Лекция, которую нам прочитает Ирина Гузельбаева, аспирант кафедры истории и философии Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Лекция нам расскажет о том, о чем говорила казанская творческая интеллигенция во время перестройки и зачем нам нужно об этом знать. Спасибо. Всем добрый вечер. Прежде чем перейти к самой теме, к самим воспоминаниям творческой интеллигенции, несколько слов скажу о теоретической основе проводимых исследований, о стыке наук, конечно, о социологии и истории. В истории очень важно было использование социологических методов, ну и изначально же об этом заговорили в XIX веке с выделением социологии уже как обособившейся науке. И Агюст Конт, как основатель социологии, известный французский мыслитель, говорил, что социология вообще, по сути, это история без определенных дат и цифр. Спенсер, например, высмеивал историков за их увлеченность историей войн, правителей и церкви. Ну и, конечно, социологи использовали исторический материал в своих исследованиях также, и в дальнейшем историки использовали методы социологии. Особенно подробно об этом впоследствии стал говорить Василий Осипович Ключевский. Он на стыке этих наук образовал новое направление, которое назвали исторической социологией. Само определение Ключевского довольно большое, но если его совсем сделать кратким и более емким, то можно сказать, что историческая социология — это изучение социологических данных, относящихся к историческому прошлому. И этим определением, конечно, наука это не ограничивается. Историческая социология занимается как моделями построения общественных, так и рассмотрением исторических фаз. То есть здесь даже стык не только истории и социологии, но и истории и социальной философии. Конечно, доктрины Маркса, Дюргейма, Конта и многих других мыслителей этого периода повлияли на дальнейшее конструирование подобных теорий. Ну и использовались не только теоретические методы, но и прикладные методы. И прикладные методы использовались в моем исследовании, а именно анкетирование и интервьюирование. Это было и важным, и является очень важным, потому что предоставляется возможность создать новый пласт исторического материала, взяв интервью у свидетелей исторических событий. Конечно, была проведена предварительная определенная работа теоретическая, подготовка, изучение соответствующей литературы, а затем найдены были необходимые респонденты, проведено само интервью, и материалы эти были проанализированы. И под творческой же интеллигенцией в моем исследовании развиваются деятели культуры и деятели СМИ. И они действительно рассказали очень много интересного о перестройке, о ее восприятии, о том, как это влияло на них самих. Оценки перестройки были очень разнообразными, но в первую очередь интеллигенция обсуждала тогда вопрос свободы слова. Об этом говорила Ольга Гертовна Юхновская, известный журналист, публицист, поэт. Она говорила о том, что свобода слова и гласность в период перестройки, конечно, до регионов доходила запоздала. Она указывала. Художники тогда писали революционеров, Ленина по госзаказу, андеграунд был еще в подвалах. Только в 1986 году он начал откуда-то выходить, было ощущение безысходности. За каждый элемент свободы бились, как будто родину освобождали. Например, за рок-концерты или дискотеки. Кстати, Майка Науменко в конце 80-х годов привозил Борис Мазин, нынешний директор авторадио. А тогда мы с ним работали вместе на радиопассаже, вспоминает Юхновская. И в этом же контексте находятся воспоминания Виктора Евгеньевича Тимофеева, казанского художника. Он говорил, что перестройка показала, что сначала все вздохнули, но потом оказалось, что так жить тяжело. Появлялись авангардные выставки, но думать-то мы по-другому не умеем. Оказалось, большая часть просто еще была не готова ко всему этому. С ним же согласен и был Александр Борисович Дерябин. Он говорил о выставке Глазунова, проходящей тогда, в том числе и в Казани. Он говорил, что на выставку Глазунова народ валом валил. Была представлена картина «Вечная Россия. Сто веков». И она посвящалась тысячелетию крещения Руси. У некоторых приходящих людей было разочарование в глазах. А выставки Глазунова в тот период проходили в Москве, Санкт-Петербурге, в Занине и многих других городах. И пользовались большим успехом. На ряду с проблемами свободы, творчества и самовыражения, с другой стороны, творческая интеллигенция обсуждала также и проблемы социального обеспечения и материального самой же интеллигенции и творческих союзов. Об этом рассказывал председатель Союза писателей Республики Татарстан, Даниил Хабибрахманович Салихов. Он вспоминал, да, перестройка ощущалась, стало сложнее жить. Ранее Литфонд представлял место работы, больничные листы писателям, путевки на отдых, семьям деятелей литературы. Свобода слова пришла, но было мало денег. С ним солидарен и поэт Алексей Игоревич Астудин. Он указывал, что Союз писателей и Литфонд поддерживали писателей и поэтов, была достойная оплата, продуманная система поощрений. Профсоюз платил 10% от стоимости путевки. Эта система работала хорошо. При советской власти я всего две книжки издал, а мог купить машину на полученные средства. Если бы не было перестройки, путча в дальнейшем, я, размышляя как эгоист, могу сказать, что жил бы очень неплохо. И в этой же связи находятся воспоминания Инессы Аликовны Фахрудзиновой, архитектора и поэтессы. Но она больше говорит, конечно, вспоминая о положении своей семьи и родителей, потому что в подростковом возрасте застает этот период. Она указывала, что родители в этот период потеряли работу, но перестроились. Папа стал бизнесменом, мама бухгалтером. И перед большинством в стране тогда ставил вопрос, как выживать. В 80-х годах многих творческих деятелей охватила растерянность. Власть стала меньше влиять на культуру, но и финансирование сократилось. Дома культуры стали закрываться, сдаваться в аренду под коммерческие учреждения. Творческие люди стали менять сферу деятельности при переводе культурных учреждений на самоокупаемость. О поддержке творческих союзов говорит также и Марсель Салемжанов, на тот момент главный режиссёр театра имени Голиаска-Ракамала. И он здесь в своих репликах поднимает не только вопрос поддержки союзов, но и вопрос именно союзов творческих региональных и их важности. Он говорил, конечно, под улюлюканье толпы кричать на митинги, что Салемжанов продался в Москве – дело нехитрое, тут большого ума не надо. Но вот знали бы крикуны такие вещи. Скажем, 160 наших актёров, пенсионеров, получают по 100 рублей дополнительно к пенсии именно из СТД – союз театральных деятелей. Что мы ежегодно оттуда же получаем в 120 санаторных путёвок. За счёт СТД люди наши лечат свои голоса и зубы. СТД – это связь с национальными театрами, поддержка коллективов, в конце концов гастроли. Лишиться всего этого ради чего? Ради удовольствия, амбиции и крички крикунов – увольте. Так он отвечал на многие националистические выступления, которые говорили о необходимости и изменения в том числе статуса республики. Проводились митинги на Площади Свободы, в том числе, о чём нам указывает фотография на слайде. И в тот момент действительно появляется очень много общественно-политических организаций и партий. Тифак, Азатлык, Туганьяк и многие другие, в которых в том числе творческая интеллигенция тоже принимает участие. Ну и эти организации поднимают вопросы, связанные с культурно-исторической памятью. Символично, что мы с вами сегодня собрались 15 октября, потому что об этом говорили и в 1989 году, например, но вспоминая век XVI. Говорилось о необходимости увековечивания 15 октября 1552 года, дня взятия Казани войсками Ивана Грозного. И татарский общественный центр, ТОЦ, далее обращался к этому вопросу, писали прошение в обком и спрашивали разрешения о возможности провести митинг в память защитникам Казани, павшим осенью 1552 года. И вместе с этим спрашивалось разрешение проведения митинга о статусе республики. В итоге Бауманский районный совет народных депутатов удовлетворил требования ТОЦа частично. И в решении указывалось, митинг, посвященный памяти наших предков, павших при защите Казани в октябре 1552 года, не способствует дружбе татарского и русского населения. Исполком Бауманского райсовета народных депутатов решил разрешить татарскому общественному центру проведение митинга по проблеме предоставления Татарстану статуса союзной республики 15 октября 1989 года. В рамках вопроса культурно-исторической памяти обращаются, конечно, не только к событиям XVI века, но и к событиям века XX, к вопросам, связанным с увековечиванием памяти жертвы политических репрессий. Тогда общесоюзной тенденцией была десталинизация, увековечивание памяти жертв. И обсуждался активно вопрос об установлении памятника жертвам политических репрессий, памятника около Черного озера. Думаю, все могут эти места представить. Рядом сохранились здания, в подвалах которых находились тюрьмы, и находился НКВД, КГБ, сейчас МВД, соответственно. И на тот момент писательница и активистка Фузиаба Рамова предложила такой проект памятника «Скорбную коленоприклоненную женскую фигуру из черного мрамора на Черном озере напротив бывшего здания НКВД». Ну и дискуссия о создании этого памятника велась, получается, почти 15 лет. Памятник такой установили только в 2004 году. Сейчас он находится в Ленинском садике, недалеко от Черного озера. На митингах, посвященных этим вопросам, выступал известный татарский писатель и тоже общественный деятель Диас Валеев. Он говорил, что 40 лет назад в этом здании, что находится за нашими спинами, допрашивали людей, пытали их. Я думаю, что эти люди, если бы знали, что через столько десятилетий состоится здесь такой митинг, наверное, было бы им легче. Было бы легче выстаивать на допросе, было бы легче умирать и погибать. Ведь тогда был нанесен удар по самой идее социализма, и нам сейчас надо этот социализм вытаскивать. Мы пытаемся вытащить этот социализм из-под сталинского сапога. Может быть, нам стоит наряду создания памятника создать еще духовный памятник, книгу, книгу из воспоминаний, из документов. Давайте напишем эту книгу. Нам нужно это сделать, пока еще живы люди, бывшие в концлагерях, живы их дети, и пока сохранились эти документы. Ну и книга подобная действительно была создана. Сейчас здесь создана книга памяти, и в ней увековечены не только имена погибших в годы Великой Отечественной войны, но и есть тома, посвященные жертвам репрессий. В тот же период обсуждаются и вопросы, не только связанные со сферой культуры и культурно-исторической памятью, но и вся общественность тогда обсуждала вопросы экологические. Особенно актуально это стало после Чернобыльской катастрофы 1986 года, и тогда назрел вопрос о строительстве татарской и башкирской АЭС, и проходили митинги в набережных Челнах, в Казани, и активисты выступали против строительства этих АЭС. По итогам митинга было составлено открытое письмо Горбачеву. И в итоге в 1990 году строительство татарской АЭС было остановлено. Ну и при этом, если часть творческой интеллигенции активно участвовала в подобных митингах, собраниях, на слайде мы как раз видим выступающую Фаузию Байрамову, часть же продолжала заниматься профессиональной деятельностью, и как раз говорила о том, что истинный художник, он аполитичен. Такой точки зрения придерживался Ильгизар Хасанов. Он говорил, что физически у нас не было времени на общественно-политические движения. Была потребность высказаться, и кто-то её использовал. Анвар Сайфодинов и Эленар Гельмудинов также говорили, что мы были аполитичны. Политика нас абсолютно не волновала. И Данил Салихов, также писатель, говорил, что я пишу, предлагаю свои идеи, свои произведения и веду диалог с читателем. Это для меня главное. В противовес им многие деятели говорили, что всё-таки необходимо постоянно быть вовлечённым в политические процессы, в общественно-политические. Такой точки зрения придерживаются Рашид Ахметов и Радбекбулатов. Ахметов указывал, что в 1989 году я участвовал в организации «Народный фронт». С 1990 года возглавлял Республиканское отделение «Демократическая Россия». И вся интеллигенция буквально сбегалась на эти движения. Радбекбулатов говорил, что даже дети были вовлечены в политику. Я помнил кандидатов в депутаты по своему участку. В газетах тогда появились статьи Ельцина про борьбу с номенклатурой. Кто был тогда народными депутатами? Чингис Айтматов, Евгений Евтушенко, Алжас Сулейманов и другие. Это был цвет нации. И первые демократические выборы. Представить, что выбирают Сахарова ранее невозможно. В тот период было ощущение, что мы живем в самой лучшей и справедливой стране. Но вдруг оказалось, что страна допускала ошибки, было много пятен. Особенно это ощущалось в 1989 году. И фигура Ленина, которая ранее была неприкосновенной, начинает восприниматься иначе. Иначе не только стала восприниматься фигура Ленина, Сталина, не только стал пересматриваться исторический материал и расширяться темы, но и стали расширяться границы географические. И происходило углубление международной культурной интеграции, проходили выставки, в которых активно советские художники, например, принимали участие. Так, например, в 1991 году проходил Эдинбургский международный фестиваль искусств. В рамках него были выставки Ильгизара Хасанова, Александра Артамонова и многих других. Но не только художники что-то могли перенять на Западе, но и наоборот, это была связь взаимная. Это было взаимное обогащение, об этом говорил Александр Борисович Дерябин, мастер-кукольник, художник-фотограф. Он указывал, в то время был спрос на куклы. Мастера-кукольники были штучные. Вот и приезжали к нам из Штатов Германии, Англии. Круг общения стал шире. Но что мне это дало? Ничего, это они приезжали сюда учиться. У меня заказывали кукол-марянея, такой жаль. Затем с ними работали в маппет-шоу в Монте-Карло. Ну и, конечно, многие творческие деятели указывают на открывшуюся возможность уехать уже без возврата. Об этом говорит Анвар Сайфудинов. Общество просыпалось, и многие при возможности уезжали. Меня тоже направляли, убегай за бугор. Но и часть своей страны. После поездки в Америку я вернулся на свою родину. Политика – это мимолетное, а настоящее искусство – оно вне политики. И стремление раскрыть больше тем и разнообразить стилистическое искусство – оно у кого-то вызывало восторг, а у кого-то вызывало и шок. Действительно, гласность была сопряжена как с эйфорией, так и одновременно с шоком. Об этом в воспоминаниях указывает Галина Николаевна Айдарова, известный архитектор. Она говорила, что хлынул большой поток информации, появилась желтая пресса, которая стала интересна. Это было в новинку. В то время была популярна газета «Вечерняя Казань». Она сохраняла высокий профессионализм. Там печатали крутой маршрут «Гинсбург». Все тогда читали «Гинсбург», «Платонова», «Аксёнова». Но и вместе с этим много всякой чепухи, которая просто сливалась с Запада. И о расширении тем указывал в интервью Айрадбек Булатов. Хотя он этот период застает в школьном возрасте. Но он указывает. Я рано тогда начал смотреть телевизор и с детства запомнил с новостей о Варе на Чернобыльской АЭС. Затем очень много смотрел, что так дошло. Это и программа «Взгляд» до и после полуночи, 600 секунд, телемосты «Познер-Донахью». Интересно было то, что телемосты эти по-разному передавались в США и СССР. Была советская верстка, а была американская. И действительно, американская верстка, она при том на 10 минут короче советской. Однако вырезки есть как в той, так и в другой версии. Ну и не всех привлекала вот эта открытость, разнообразие тем. Некоторые творческие деятели говорили о том, что излишнее освещение остро-социальных проблем было тоже негативным. Такой точки зрения придерживается поэт Алексей Игоревич Астудин. Он указывал в интервью. В Ленинграде тогда несколько мальчиков нюхали клей и в итоге их увезли на скорой. Журналист Щекочихин поехал разбираться, после написал небольшой материал, в котором подробно излагал, как они это делали, какой клей нюхали. Это было похоже на рекламу. Так что не обо всем можно говорить. Потом была большая волна нюхальщиков по всей России. Много детей тогда отравилось и умерло. Ну и двойную оценку проводимым реформам в области СМИ дает Елена Чернобровкина, на тот момент журналист «Вечерний Казани», которая была очень популярна. Она указывала, для журналистики перестройка может быть оценена положительно. Пресса сама себе развязала руки, освободилась от гнета цензуры, смогла писать обо всем. Но не во всем эта пресса оказалась достойна этой свободы, потому что многих манили сенсации и деньги. А у желтых газет всегда зашкаливало число читателей. Следовательно, и у журналистов были самые высокие зарплаты. А что плохого было в перестройке? Народ пострадал, зарплаты у всех упали. В тот период меня редакция послала в Турцию. Я смогла взять с собой 100 долларов. Сейчас понимаю, что это такое. Негативным последствием был и передел собственности, со стрельбой, драками. Плохо, что резко увеличилось число бандитов или тех людей, которые тягивали в эти отношения. Но здесь в большей мере, конечно, отдает оценку последствия. А о сенсационности говорит не только она, но и многие другие журналисты. Например, Любовь Владимировна Агеева говорила, что в перестройку стала проходить монетизация, в кавычках, или коммерциализация. Она указывала, что в советское время мы работали на государство, а сегодня на кого попало. И в перестройку это все началось. Журналисты в итоге не защитили ни власть, ни народ. С 90-х годов стало появляться большое количество коммерческих газет, в которых журналисты попали в экономическую зависимость от работодателей. Но одновременно с этим она говорит и о положительных чертах перестройки, указывает о гласности, и говорит, что можно было, конечно, писать такие разоблачительные материалы. Вспоминает, была публикация про незаконно полученную квартиру Исхакова. В 1989 году Камиль Исхаков занимал пост председателя исполкома Казани. Ну и, конечно, сама возможность публикации показывает возможности СМИ в тот период и изменения происходившие. Елена Николаевна Чернобровкина, которая работала в Вечерней Казани, также вспоминала об ослаблении цензуры. Она указывала, что запретной темой было освещение ФСН, невозможно было писать о местах заключения. Поэтому в Вечерке произвел сенсацию такой материал. Нельзя было писать и о проститутках. Такие статьи тоже стали сенсацией. Сейчас это, конечно, в любой газете. Нельзя было также писать и о военных заводах, об их проблемах. В Казани не было, в кавычках, военных заводов. Ведь говорили не КАПО, а завод номер 22. Однако все знали, какой это завод, а писать нельзя было. Ну и опять же, им в противовес своих размышлений представляет Алексей Астудин. Он считал, что освещение, например, проблемы проституции было излишним. По его мнению и по его словам, в Казани не было проституции. Конечно, она существовала всегда, это понятно, об этом известно. Но приходила разнарядка. Надо написать о проститутках в Казани. Журналист заявляет, у нас нет проституции. На что главный редактор указывает? Как это нет? Должна быть. И после этого появляется скандальная статья «Ночные бабочки Казани». А я об этом и знать не знала. Зачем это нужно? Зачем тему муссировать? И стали ее активно обсуждать. Обсуждались даже доходы проституток. А зачем это нужно знать девушкам, которые подрастают? Понятно, гласность, ясность, можно говорить. Но еще есть этика журналистская. Именно ее и упустили. Но не только проблемы остросоциальные обсуждались, но и предпринимались попытки их решить. Об этом указывает в воспоминаниях Людмила Ивановна Колесникова. Она говорила об акциях, также газеты «Вечерний Казань», акциях экологических и освещения соответствующего материала. Она говорила, что в первые месяцы моей работы в «Вечерке» редакция пожинала плоды своего феноменального газетного успеха. Акции против строительства биохимзавода в районе теперешней Рублевки, в кавычках, престижного дачного массива Боровой Матюшина. Главных героев было два. Редактор Гаврилов и журналист Женя Наумов. Его блестящий цикл статей на тему экологии и вреда будущего химзавода поставил крест на намерениях федеральных властей построить под Казанью второй оргсинтез. Счастлив был главный редактор и гордился своей победой редакционный коллектив. И действительно, в рассматриваемый период журналисты во многом ощущали себя четвертой властью. Это было оправдано. Но, однако, неверно преуменьшать деятельность и инициативу самих журналистов. Они порой провоцировали читателей на определенные вопросы. Так Елена Чернобровкина вспоминала, что однажды главный редактор «Вечерки» Гаврилов сказал, мы будем публиковать интересные письма читателей. Но читатели Вьетнама в основном пишут, что у них прорвало кран, дворник плохо подметает, нам надо их перестроить. Садитесь и пишите письма от имени читателей, про политику, про депутатов, про будущее страны. Все были сначала не согласны идти на такое, но Гаврилов настоял, и мы писали письма. И давали подборки таких писем. Дали две подборки, больше не нужно было, потому что удалось перенастроить читателей. Они увидели возможность высказывать свою точку зрения, не только про сломанный кран. И после нас завалили письмами. И активно, конечно, о проблемах и социальных, и экологических говорят не только журналисты. И участвовали в соответствующих акциях не только журналисты, но и представители совершенно разных условий общества, и представители творческой интеллигенции, разные театралы. Так, на слайде представлена акция против строительства биохимзаводов, в которой участвуют артисты театра юного зрителя, тогда театра имени Ленинского комсомола. Михаил Алексеевич Меркушин, актер Цюза, предоставил эту фотографию из личного архива. И он же характеризует перестройку, вспоминая очень необычный случай. Вот его в завершении и приведу. Был запланирован спектакль. Главная тема в нем была «Революция продолжается». И был киномеханик, дядя Вася. Он открывал занавес и включал кадры, шедшие под музыку фоном. Предполагалось, что под музыку «Вы жертву упали» будут идти документальные кадры с выходом Николая II и семьи из дворца, фотографии полицейской охранки, Владимира Ильича и другие. «Музыка, помните, темные годы России», потом «Выстрел пушки», «Аврора», «Гражданская война», «Война Великая Отечественная», «Гитлер», «Лицо от бомбы» и, конечно, дорогой Леонид Ильич целовал всех. Но заканчивалось все кадрами, на которых Горбачев был среди молодежи. И вот начало постановки. Занавес открыт, но музыка и кадры не идут. Студенты, игравшие в композиции, спасли ситуацию тем, что начали петь песни по теме. Пошла музыка, а при этом кадры пошли не в том порядке. Брежнев целует Хонакера, Кроволана, а фоном музыка «Помните, темные годы России». Все перепуталось под громкие слова «Революция не закончилась», «Революция продолжается». Где должен был выходить Горбачев с молодыми людьми, пошли кадры, где выходит Николай II со всем своим двором. На постановке присутствовала комиссия, которая рассматривала такие композиции, посвященные перестройке. Нас вызвали после постановки и сказали, очень интересный взгляд на историю, передовые, актуальные сравнения. Чувствуется, что вы подошли к этому делу неформально, предполагать новое прочтение. В этом мы видим новый лик перестройки. Ну и подытоживая сказанное, можно сказать, что действительно большой круг проблем интеллигенция в то время обсуждала. И реакции были самые разнообразные. То есть можно здесь выделить самые примечательные восприятия. То есть это, с одной стороны, безударный энтузиазм в отношении открывшихся творческих возможностей. С другой стороны, вместе с этим же культурный шок. И также у некоторых представителей творческой интеллигенции желание выезда из страны. Ну и двойственность в отношении начавшейся коммерциализации. И завершая, конечно, зачем об этом нужно сегодня знать. Во-первых, это создание нового блока, материала исторического. Во-вторых, попытка создания и нового метода на стыке наук. И, в-третьих, попытка осмысления роли и деятельности творческой интеллигенции в тот период. Позволяет нам делать какие-то сопоставления с современным временем. И на данный момент мы пришли к такому выводу, что активность общественно-политической и творческой интеллигенции тогда была гораздо выше, чем сегодня. Сегодня на повестке дня снова стоит строительство татарской АЭС. И об этом очень мало кто говорит. Сегодня ряд перед обществом стоит и других вопросов. Это нужно обсуждать. И творческая же интеллигенция здесь тоже свой вклад носит. Но по сравнению с перестройкой кажется гораздо меньшей. Спасибо. Спасибо.